Сильнейший пожар в цыганском поселке. На место прибыли более 20 пожарных машин. Полностью сгорел жилой дом. Пострадал ребенок. Подробности в репортаже Андрея Ященко. Огненная зарева освещает весь цыганский поселок. Один жилой дом полностью объят пламенем. У другого горит крыша. На место ЧП прибывают 23 пожарные машины и более 70 сотрудников МЧС. Горит вот этот ваш дом? Нет, наш вод стоит. Там сзади цыганский дом, блин. На улице Котовского собрались больше сотни зевак. Многие прямо на дороге бросают свои машины. Пожарные не могут проехать. Несмотря на просьбы, люди не расходятся. Переживают, что огонь перекинется на другие дома и сгорит весь поселок. Перекинулся огонь сюда. Там, по-моему, цыгане жил. Тут чем опасно, что у нас поселок газофицированный. Спустя час пожарным, наконец, удается потушить огонь. На пепелище находят тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается. Днем и ночной трагедии напоминают лишь руины дома. Их уже успело засыпать снегом. Дом, у которого горела крыша, удалось отстоять. Воды не было. Колодцы, к которым должны подключаться пожарные, они в поселке замерзшие были. Долго это все делали, поэтому сгорело. Послам местных жителей в доме, который сгорел, жила цыганская семья. Мать и двое детей. В огне пострадала 4-летняя девочка. Сначала дым шел плотный. Потом пламя начало вырываться уже из-под крыши. Потом пожарные приехали, уже крыша начала рушиться. Девочка немножко обожглась. Руку обожгла, лицо обожгла. Пострадавшего ребенка доставили в 9-ю детскую больницу. Но после осмотра девочку забрали родственники. Соседи утверждают, что хозяйка дома сдавала второй этаж гастарбайтерам, которые работали недалеко от цыганского поселка. Возможно, трагедия произошла из-за неосторожности. Соседи утверждают, пожар начался на втором этаже этого дома. С их слов, один из рабочих готовил еду и уснул. Скорее всего, возгорание произошло возле плиты. Точную причину возгорания сейчас устанавливает дознание. Цыганскую семью, которая за одну ночь лишилась крова, приютили родственники. Андрей Ященко, новости 4-го канала.